Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Продажа дисконт техники. Огромный ассортимент. Низкие цены. Гарантия. Сеть городских ломбардов Титан. Телефон 45 07 07. Кирово-Чапецкий следственный комитет проводит проверку по факту смерти двухмесячного ребенка. Тело было без признаков насильственной смерти. Его обнаружили в одной из квартир. Подробности этого происшествия в нашей традиционной рубрике «Сводка». Как стало известно, вечером сожитель матери ребенка накормил девочку молоком и уложил спать. Утром он обнаружил, что она не поддает признаков жизни. Установлено, что семья, в которой проживал младенец, неблагополучная. В ходе проведения проверки также будет решен вопрос о выделении материала в отдельное производство в отношении матери младенца. Мать ребенка могут наказать по статье неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Эксперты уже установили, что причиной смерти девочки является синдром внезапной детской смерти. Такие случаи происходят с детьми до одного года. Синдром внезапной смерти называют смертью в колыбели. Поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребенок умирает во сне. В Слободе Дымково на улице Проселочной в одном из домов произошло убийство. Ножом зарезали 47-летнего мужчину. Как выяснили оперативники, тело пролежало в квартире почти два месяца. По горячим следам данное преступление было раскрыто сотрудниками полиции. Изначально сложность в раскрытии заключалась в том, что убийство произошло еще 5 декабря 2015 года. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, который в день убийства выпивал вместе с потерпевшим, после чего они поссорились. Мужчина нанес одно ножевое ранение погибшему в область шеи, после чего с места происшествия скрылся. Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия.